Это Понятная Политика. Здравствуйте! Сегодня пойдет речь о человеке, которому вот уже 30 лет не дают покоя лавры Джорджа Сороса. Его компании, медиа, ручные политики и фонды раз за разом лезут в стороны постсоветского пространства со своей правдой и демократией. Итак, Михаил Ходорковский приложил руку и кошелек к Алексею Навальному, Украине и, конечно же, к событиям в Беларуси 2020 года. Чего хочет беглый олигарх? Как он заработал свои деньги? И почему вор и убийца – друг и сторонник тех, кто хотел перевернуть Беларусь? С нас только факты, выводы делать вам. КОНЕЦ 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 Деньги, они ведь такие красивые. Знаменитая фраза Ходорковского в одном из интервью стала его путеводной звездой в мир перестройки. В 1987 году Ходорковский возглавил Центр научно-технического творчества при Комсомоле. Однако очень быстро заведение превратилось в банальных торгашей. Возили через комсомольские коридоры коньяк, спирт, джинсы, а в 90-х и вовсе занялись обналичкой. Проще говоря, отмывали деньги. Но деньги стали заканчиваться, и через влиятельных знакомых еще в КПСС Ходорковский создал банк Минотеп, структуру которой обслуживала интересы и деньги элит, те самые лихие 90-е. В марте 1992 года Минотеп объявил о начале реализации программы «Весеннее действие», которая предусматривала привлечение финансовых ресурсов для расширения добычи и переработки энергоносителей. В первую очередь нефти и организации выпуска на оборонных предприятиях оборудования для нефтегазовой и строительной отраслей. В этих целях планировалось до конца 1992 года аккумулировать не менее 50 миллиардов долларов. В октябре 1992 года Минотеп выступал посредником в переговорах Минтопэнерго-РФ и представителей американской фирмы, крупнейшего производителя труб и оборудования для магистральных нефти и газопроводов. В связи с американцами была установлена с администрацией Ельцина тоже, ведь Ходорковский один из спонсоров российских президентских выборов 96-го. Ряд сделок позволил бизнесмену принять участие в создании European Union Bank на острове Антигуа, мировой прачечной. Подружился Михаил из Бэнков Нью-Йорк. С этой организацией связаны сотни коррупционных скандалов 90-х. Становится неактуальным для него советская система, становится неактуальным для него тот же комсомол. Да бог с ним, он выжил из него все, что смог, перешел в коммерческую деятельность. В коммерческой деятельности что-то перестало быть актуальным, кто-то становился на его пути. Да бог с ними, можно избавиться и от людей, и от структур. Поход за красивыми деньгами был успешным. Ходорковский словно пылесос поглощал госкомпании за бесценок в ходе приватизации. И, наконец, высшая точка богатства и влияния. Компания Юкос – один из нефтяных гигантов России. Были определены весьма интересные условия аукциона, на котором Ходорковский получил Юкос. По факту Минотепу государство дало недосягаемую для других игроков фору. Мало того, еще до начала аукциона из окружения Ходора стали открыто поступать предостережения конкурентам, чтобы на Юкос рот никто не открывал. Консорциум, в число которых вошли Альфа-банк, Инкомбанк и Российский кредит, предложил за активы Юкоса 350 миллионов долларов. Однако по поручению государства заявки на участие в аукционе регистрировал Минотеп, который, естественно, заявку консорциума не принял. И Юкос достался Ходорковскому, который за пакет акций заплатил всего на 9 миллионов выше заявленной цены в 150 миллионов. Честно, демократично. Все, как Ходорковский рассказывает в своей пастве в интернете. В пиковый момент бизнесмен имел 15 миллиардов долларов личного состояния. Впрочем, уже после освобождения Ходорковского в 2015 году вскрылась еще одна темная история – убийство мэра Нефтьюганска. Причина – компания олигарха не хотела платить налоги в бюджет. Следствие установило, что бизнесмен через сотрудников своей компании поручил убийство нескольких человек, чья деятельность противоречила интересам Ходорковского. Среди убитых был и Владимир Петухов, глава Нефтьюганска. Примечательно, что убийство произошло в день рождения Ходорковского. Как итог, в тюрьму попал только Алексей Пичугин, глава отдела внутренней экономической безопасности Юкоса. Сам же олигарх в 21-м в интервью украинскому пропагандисту рассказал душесчипательную правду. Мол, Петухов связался с бандитами, мэру нужны были деньги рассчитаться, но равнопостольный представитель семибанкирщины не мог поступиться принципами и думал о простых людях. Я говорю, ты что делаешь? У тебя тресть города бюджетники, ты что делаешь? Ну, говорит, ну это типа мое. Ну, твое, значит, я говорю, ну все, налоги эти платить не буду. Я буду привозить наличные из Москвы и раздавать бюджетникам по ведомостям. Так и делал, раздавал. Его грохнули. Ну, так сказать, что ж. Берет прям за душу, но в уголовном деле не один, а шесть эпизодов отношений Невзлина и его подельников, заказывавших и совершавших убийство по отмашке хозяина. История Михаила Борисовича Ходороковского и его, наверное, можно сказать, лучшего друга, соратника Леонида Невзлина, это такая одна большая, яркая, к сожалению, страшная иллюстрация того, что происходило в 90-е. Как те самые олигархи, которые уехали и грабили Россию, те самые люди, которые сейчас говорят о том, что вот нужно сменить в России строй, нужно свергать президента Путина, нужно вкладывать в некую демократию. Но что они говорят, по сути, подразумевают демократию. Это беспредел, это воровство, это разграбление государственного имущества и так далее. Ну, собственно, поэтому и Беларусь была таким лакомым кусочком для подобных персонажей типа Ходорковского, которые финансировали некоторые проекты, они находятся за рубежом, но очень активно принимали участие в информационной войне в Беларуси в 2020 году. Про участие мы еще скажем далее, а пока еще один штрих о тех, и с кем желали построить некую новую Беларусь. С такими союзниками страшно представить, чтобы наворотились здесь те самые сторонники перемен. Вот что пишет Невзлин в социальных сетях. «Мои корни из Беларуси. Я люблю этот народ и эту страну. Я бы хотел, чтобы она стала не западной окраиной мафиозной РФ, а демократическим суверенным государством Европы. Я считаю, что для Беларуси приемлема только парламентская демократия, без луки, озаренка и прочих уродов». Замечу, что Пичугин за серию убийств получил пожизненное. Плачет камерой по Невзлину, судя по материалам уголовного дела. Но он успел убежать в Израиль и уже за границей озаботился судьбой Беларуси. А ныне деструктивные СМИ в то время активно тиражировали заявления вора и организатора заказных расправ. Участие скрывающегося в Израиле Невзлина в убийствах и покушениях на убийства доказано и подтверждено заочным приговором суда. Понятно, что все свои действия Невзлин совершал только с одобрения своего старшего партнера Михаила Ходорковского. Никто этого и не отрицает, даже сам Невзлин. Я был по отношению к Михаилу младшим партнером, а теперь наше бизнес-партнерство осталось в прошлом. Ходорковский уникальный друг. Уже будучи в прокуратуре, он передал, чтобы я не возвращался. Один из его адвокатов позвонил мне и сказал, Михаил Борисович просил передать, что вам не надо возвращаться. Мне повезло иметь с Мишей хорошие дружеские отношения, равные. Мы все делали вместе и на свои деньги. Попалась мне книжка «Коммерческие банки капиталистических государств». Замечательная книжка, там очень подробно рассказывалось, как вот на популярном уровне, как работает банковская система. Мне это нравится. Хорошо? А как бы мне сделать банк? 25 октября 2003-го Ходорковского арестовали. О чудо! За неуплату налогов и мошенничество. Круг предпринимательских афер замкнулся. Счета заблокировали, а Ходорковский, благодаря подкармливаемым медиа, стал заключенным номер один. И хотя сам он отрицал интересы к политике и к работе его фондов на западные страны, спалили его свои же. Вот что писал в книге «Узник тишины» журналист Валерий Панюшкин со слов бизнесмена. Михаил Ходорковский с семью пиарщиками и помощниками поехал по регионам встречаться с губернаторами и студентами. Официально заявлялось, что цель поездки Ходорковского – рекламировать в регионах объединенную компанию «Юкос Сибнефть». Разъяснять населению, что от объединения компаний все люди в России только выиграют, потому как снизится цена на бензин и заведутся новые социальные программы. Неофициально, говорит лидер СПС Борис Немцов, Ходорковский хотел пообщаться с губернаторами и студентами, понять, насколько губернаторы могут быть недовольны авторитарностью центральной власти и насколько студенты могут быть недовольны устанавливаемой в стране диктатурой. Здесь мы подходим и к самой важной теме – влиянии и спонсирования Ходорковским, либералов, мошенников и прохиндеев самого разного толка. Олигарх в 2002 году, еще до уголовного срока, основал некоммерческую общественную организацию «Открытая Россия». И тут уже торчат уши Сороса. Начиналось все буквально по методичке знаменитого венгра. Ходорковский делал в школах компьютерные классы, школы публичной политики, региональные клубы и даже открыл лицей Кораллова в Московской области. Первым за руку «Неполитика» словил директор фонда эффективной политики Глеб Павловский. Он заявил, что те программы, которые используются для обучения молодых людей 12-18 лет – банальная работа над будущей электоральной базой. Фонд продолжал работать, и когда Ходорковский сидел в тюрьме. Один из самых известных продуктов – те самые «Навальнята». Они посредством финансирования определенных информационных структур общество максимально накачивают, а потом в эти нужные моменты, когда, например, проходят несанкционированные акции, несанкционированные митинги и так далее. Эти структуры, в частности, Ходорковского, которые прикрываются различными названиями, ну, например, «Открытая Россия». Ну, никакая «Открытая Россия» не является медиахолдингом. Это, по сути, была структура глобальных политических провокаций. И когда проходит вот эта провокация, и люди выходят, то сотрудники «Открытой России» становятся координаторами. Они становятся сотниками, тысячниками, если говорить языком Майдана. И Ходорковский, как человек, который напрямую зависит на данный момент от спецслужб, ну, тут можно спорить, чьи спецслужбы – это британские или американские, цель их одна – разрушить Россию, то, что находится под боком у России. Это Беларусь, ближайший партнер, ближайший союзник. Это, по сути, звенья одной цепи. То есть они нас вместе видят врагами. Если коротко, качнуть Россию через Беларусь. О тесной связи Ходорковского и Сороса не раз рассказывали российские журналисты. Познакомились еще в 90-х. Сорос, который открыто ненавидит Россию, частенько посещал мероприятия «Открытой России» в качестве почетного гостя. И называл олигарха своим давним другом. Когда все стало слишком очевидно, главный спонсор «Либерал» попытался снова сыграть в героя, закрыв «Открытку», как называли фонд, самостоятельно. «Открытая Россия закрыта» ради защиты своих участников от незаконных преследований. Случилось это в 21-м году весной. Но есть один момент. Тогда же фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального представил годовой отчет налоговой службе, американской. Ведь там зарегистрирована дочерняя структура. И оказалось, что только официально Ходорковский выделил миллион долларов. Правда, отчет публично опубликовали лишь в сентябре 22-го. Американцы заявили, что все это время, цитата, «обрабатывали информацию». Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального только на 22% финансировался из пожертвований сочувствующих граждан. Остальные 78% в период с 2017 по 2020 год вносили сами сотрудники фонда. Бизнесмен Евгений Чичваркин и меценат Борис Зимин. Как показывают оказавшиеся в распоряжении РТИ финансовые документы, в целом эта сумма составила 164,6 миллиона рублей. Более половины средств поступали в переводах Зимина и главы сети штабов ФБК Леонида Волкова. Это противоречит одному из основных постулатов фонда существования исключительно за независимые деньги, то есть финансовую поддержку широкой группы лиц без привлечения крупных частных капиталов. Да и часть денег Ходорковский давал просто налом. Кстати, в Беларуси в 20-м от разных фондов и НКО тоже часто слышали, мол, мы существуем только на ваши пожертвования, мы независимы от а до я. Очередная пыль в глаза. У Ходорковского зарплаты и бюджеты, которым выделялся макетистам, по тем временам, даже по той оппозиции, они были просто фантастическими. Поэтому, конечно, это влекло многих авантюристов, каких-то политических шахермахеров, которые встраивались в эту систему. Но никаких публичных отчетов у них никогда не было, потому что, понятное дело, они всегда существовали на теневых бюджетах, ни о какой прозрачности здесь и речи быть не могло, через какие-то подставные схемы, через обнал с заграничной карты и так далее. То есть люди использовали такой симбиоз. Ну, ни один из этих способов нельзя назвать прозрачным, открытым, ну или, не знаю, направленным на какое-то повышение доверия к этим структурам. Ходорковского и его фонды давно полюбили на Западе. Ведь он финансирует не только организации, занимающиеся подрывной деятельностью в Беларуси и России, но и британские образовательные учреждения, через фонд Ходорковского и Оксфордский российский фонд. И тут возникает еще один прямой мостик на события в Беларуси. МБХ Медиа как бы случайно за пару месяцев до выборов к нам хлынули журналисты этого издания. Зачем? Попробуйте догадаться. Некоторые так называемые журналисты этих проектов были задержаны даже белорусскими силовиками в первые дни. Они не были аккредитованы, они вообще при себе ничего не имели. То, что можно назвать журналистскими какими-то журналистскими атрибутами, в конце концов, пауэрбанков не было, если уж вы снимаете на телефон. На мой взгляд, эти люди выполняли функцию координаторов, они не первый раз это делали. Эти же персонажи были задержаны. Да и их на самом деле много. Они меняют имена, фамилии, лица и так далее. Они ничего из себя не представляют как люди. Это на самом деле винтики в такой довольно хорошей, выстроенной схеме пропаганды и активного действия, точнее противодействия властям. Примечателен, например, двух координаторов «Открытой России» Артема Воженкова и Игоря Рогова. Засланцы Ходорковского приехали в августе 20-го в Минск координировать протесты. Взяли их с поличным во время беспорядков универсама «Рига». Однако, когда правоохранители их задержали, работники «Открытки» рассказали свою легенду про туристическую поездку. Сам босс этих журналистов постоянно кричал в эфирах, что истинный президент Беларуси – беглая кухарка. В общем, шел в тренде общих нарративов, деструктивные повестки и в общем потоке вранья и фейков, умудряясь проводить умопомрачительные параллели. Я уверен, что отравление Алексея Навального, у меня нет никаких сомнений, что это было отравление, связано именно с белорусскими событиями. Это очень по-путински. Спецоперация по предупреждению и отвлечению внимания в преддверии зачисток в Минске. Ну, а то, что это может стоить кому-то жизни – допустимые издержки. Сохранение Лукашенко у власти важнее. Сценарии бы в Голливуде писать, а не политикой заниматься. Кстати, файл на личном канале Ходорковского датирован 22 августа 2020 года. Каким только бредом тогда не кормили свою аудиторию эти либеральные и честные активисты. Ничто не должно мешать на пути к цели. Ни люди, ни организации, ни целые страны, ни общество, ничего. Есть цель – движусь к цели. А сопутствующие жертвы в виде людей, государства, страны, общества, каких-то организаций, которые стояли на его пути, они сметаются. Такова эволюция Михаила Ходорковского. Закономерный итог, который мы наблюдаем сейчас. Абсолютная озлобленность и отсутствие уже необходимости скрывать какие-то свои истинные планы. Но из Англии, Швейцарии и Германии, или где там сейчас обитает беглый олигарх-уголовник, конечно, виднее, как должны развиваться Беларусь и Россия. При этом старший партнер по заказным убийствам активно раздавал инструкции участникам беспорядка в Минске, призывая применять силу против правоохранителей. Не все поняли подобный посыл. Мы все слышали переговоры Беркута на Майдане, а не задумались, лишь когда им ответили на силу силой. Боюсь, иного выбора нет, написал Ходорковский в Твиттер. Вы, уважаемый изверг, ответили ему в комментарии. Михаил Борисович, приезжайте на баррикады, возглавьте протест. А то как-то засветились в Киеве, а потом хата с краю. Переезжайте в Беларуси и помогите республике. Здесь же вспоминается история с Ольгой Ковальковой в громком пранке агентствователей новостей и ее позорное признание. В случае прихода к власти продать влиятельному олигарху Нафтан и Мозырь фактически за бесценок. Все как любит, например, Ходорковский. За что? За финансирование политической кампании, разумеется, которая была бы прикрыта все той же штампованной свободой демократии. Простая и понятная схема раздела страны. С Тихановской было бы то же самое. В данный момент мы говорим о таких процессах, как приватизация, не на сегодняшний день, в смысле, в Беларуси. Естественно, тогда, когда вы придете к власти. Если интересует что-то конкретное, то про это конкретное нужно разговаривать. То есть, если интересует какое-то конкретное предприятие. Как крупный бизнесмен, у которого, безусловно, есть тоже интересы. Наш шеф тоже хотел участвовать в том процессе приватизации. При той Беларуси, которая была построена с вашим участием. Ну, в частности, интерес к нефтехимической обрасли. Да, я тоже это понимаю. При таком бэкграунде грешно было не поработать и в Украине. Ходорковский крепко связан с Ренатом Ахметовым, одним из главных олигархов. Работали через компанию-прокладку «Смартхолдинг» и немца Герхарда Франк Ригера. Ригера внедрили через нидерландскую компанию «Метинвест». Она принадлежала Ахметову и владела заводом «Азовсталь». Немец представлял интересы акционера, который пожелал остаться анонимным. Через него же организовали довыпуск акций класса «Б». Это бумаги с повышенным правом голоса и стоимостью. Таким образом, таинственный инвестор стал важной частью компании. Совпадение номер раз. Ригер появился в корпорации буквально через пару дней после первой встречи Ахметова и Ходорковского. Совпадение номер два. Ригер все 90-е работал с олигархом в Москве. И в 2002-м стал финансовым директором компании «Юкос». Все указывает на то, что Ригер стал личным доверенным лицом Ходорковского, одним из десятка приближенных. Чем в реальности занимался финдиректор и какие поручения выполнял, не знали даже его коллеги из топ-менеджмента. Однако впоследствии в октябре 2014 года человек с таким же именем, Герхард Франк Ригер, появляется в европейских фирмах, связанных с Ходорковским, в Эстонии и Чехии. Например, с 2014 года Франк Ригер входил в совет директоров чешской ФАО. Именно через ФАО Ходорковский платил деньги российской оппозиции. В первую очередь Алексею Навальному и представителям партии «Парнас». В 2015-м через счета ФАО прошел эквивалент 40 миллионов рублей на поддержку проектов несистемной оппозиции. Также через нее шло финансирование «Открытой России» и ее электорального проекта «Открытые выборы». Очевидно, СВО цепочки разорвала. А Ходорковский, возможно, впервые в жизни ощутил новое для себя чувство. Его кинули. Он вложил 10 миллионов долларов в строительство элитного жилья в Киеве. Стройку заморозили, а компания-олигарха – кандидат на санкции. Ведь свои деньги, которые успел вывезти из России, он заработал в России. А значит, надо блокировать. Карма она такая. И еще одна параллель с белорусскими событиями. Ходорковский тоже хотел создать правительство в изгнании и тоже получился пшик. Но, кажется, история не заканчивается. В сентябре он ездил по США, где ему дали, по сути, карт-бланш на работу с ФБК – фондом Навального. Так что прикормленная Западом медиа и сам фронтмен наверняка появится ближе к весне и выборам – нашим, а затем и российским. И никого на Западе не смущает, что у опального коммерсанта руки по локоть в крови. Надеюсь, теперь и вам это будет понятно. Счастливо.